И в лице Твое на ней помилуй, и в Христе свете истины просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир. Да знамя цена на свет лица Твоего, да мне будем свет непреступный, исправи стопы наших делами заповедей Твоих, молитвами причистия Своей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Песня. Песня. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос истинный Бог наш, молитвы и чистая Своей Матери и всех святых помилуй и спасет нас всякое благо человека любез. Аминь. Все делайте во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Послание Колосиным, 3 глава. Слово Христово довселяется в вас обильно, то есть учения, догматы, убеждения по силе, которые, говорит, настоящая жизнь и ее благо – ничто. Если бы мы видели это, то никакой неприятности не поддались бы. Да вселяется, говорит, в вас непросто, но обильно, с великим изобилием. Послушайте все вы, люди мирские и пекущиеся, о домашних, о жене, о муже, о детях, как и вам внушает апостол больше читать Писание не просто, как случится, а с великим старанием. Ведь, подобно тому, как богатый деньгами может перенести убыток и неудачу, так имеющий достаточное познание в любомудрых легко перенесет не только бедность, но и все несчастья. И последний еще легче, чем первый, потому что там, когда оказывается убыток, богатый и необходимо становится бедным. И это делается известным для других. Если он терпит это часто, то уже нелегко ему бывает переносить свои потери. А здесь не так. Когда нам случится переносить, чего бы мы не хотели, мы не теряем здравого рассудка, но сохраняем его постоянно. И заметь мудрость этого блаженного. Не сказал слово Христово, да будет в нас. Просто. Но что? Да вселяется и обильно, со всякой премудростью. Но учайте и вразумляйте друг друга. Премудростью называет добродетель и справедливо, потому что действительно и смиренно мудрее, и милостынее, и все подобное, есть мудрость. Следовательно, противной этому будет глупость, так как от глупости происходит жестокость. Отсюда часто всякий грех называется безумием. Не болезнью, а безумием. Святитель называет всякий грех. А у нас человек в грехе, в каком-то, ой, это больной человек, говорит, там, в пьянстве погибает. Это болезнь, говорит, пьянство, болезнь. Не болезнь, это глупость просто в человечестве. Храни всех Господь. Завтра в 8 часов утром будет у нас молебен с Акафисом Божьей Матери.